МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Октябрь 2011 года. Экспедиция нашей программы отправляется к Черному морю, на дне которого несколько тысячелетий хранятся свидетельства одной из самых страшных катастроф в истории человеческой цивилизации. Она не была последней, и это толкает нас на поиски. Мы идем по следам предшественников, чтобы увидеть подтверждение библейской легенде. Наши корреспонденты погружаются в глубины Черного моря. Подводные исследования продолжаются несколько дней. И только когда надежда на успех почти растаяла, на глубине 30 метров, они вдруг видят то, чего уже не надеялись увидеть. Вот он, Ноев ковчег. Его окаменелые останки. Плавучий дом, на котором спаслись люди от всемирного потопа несколько тысяч лет назад. Древние жрецы, а вслед за ними и современные ученые, предупреждают. Следующий драматический рубеж для рода людского. 2012 год. Человечество ждет новый всемирный потоп. Как он возникнет и как спастись? Ответ ищет наша программа. Меня зовут Анна Чаповна. И я начинаю расследование. Это случится снова. Просто ужас. В назначенный день. 22 декабря. Они повторяются из века в век. Получаются с равным интервалом времени, как часы. И не поддаются прогнозу. Катастрофы, безусловно, будут. Они будут разного масштаба. Ковчег. Доказательство всемирного потопа. То, что не вполне вписывается в рамки законов природы. И спасение человечества. Ковчег – это хранилище сокровенного. В переводе с арамейского языка. И мы нашли его. Где-то здесь, на небольшой глубине. Тайны мира в поисках Ноева Ковчега. Скоро 2012 год. Эпоху рыб сменит эра Водолея. Переход грозит человечеству страшными катастрофами. Об этом говорят древние пророчества. И это подтверждает сама природа. Жители двух десятков городов и поселков Туапсинского района спокойно легли спать вечером 15 октября 2010 года. Накануне МЧС предупредила о возможных чрезвычайных ситуациях. Но в этих местах люди привыкли к осенним ливням и разливам рек. Надежду Ломовских и ее близких спас звонок дочери. Это было без 10-12. Вода уже все. Вода уже заходила, ну, к порогу. Жители поселка Кирпичный в ужасе просыпались от грохота с улицы. Поток воды сметал все на своем пути и заливал нижние этажи домов. Когда вода пошла, я даже не могу сказать, что это, конец света или что. Но это был просто ужас. Никто не предполагал, что река Пшинаха станет бурлящим потоком. Уровень воды поднялся выше обычного на 8 метров. Поселок Кирпичный пострадал больше всех. Только здесь погибло 10 человек. Я в этот день потерял мать, сестру, ну и, как он, ночью, сожители моей матери. То есть они троем утонули в одной квартире. За одну ночь в Туапсинском районе выпала месячная норма осадков. Было затоплено 24 населенных пункта, погибло 14 человек, 9 пропали без вести. Повезло тем, кто жил на верхних этажах. Всю ночь мы находились тут и слышали голоса людей по речке, как люди кричали «помогите». Тут такой ужас был. Ночь, буря, ревущая река на улицах поселка. Отключилось электричество и мобильная связь. Люди метались в панике, не зная, что делать. Это был настоящий конец света. Я как бы еще надеялась, думаю, может быть, вот эти двери, может быть, вода не проникнет через них. Квартиру сидела, молились, сидели. Господи, остановитесь, остановись, вода, остановись. Выше не иди, потому что куда нам бежать? Ученые отмечают, что с наступлением 21 века таких катастроф стало намного больше. Одни говорят о глобальном потеплении и о зоновых дырах, другие о приближении нового всемирного потопа. Индейцы майя назначили конец человеческой истории. Их летоисчисления закончится в 2012 году. Это можно и не воспринимать всерьез, но нельзя забывать, что календарь индейцев точнее нашего. Он лучше соотносится с астрономическим, чем современный григорианский. Так называемая дата 2019 года, 22 декабря, день зимнего солнцестояния, когда случится нечто ужасное, нечто необъяснимое. Многие считают, что апокалиптический календарь майя вовсе не выдумки. А самая вероятная и самая страшная угроза человечеству – водная стихия. Тем более, что история хорошо знает разрушительные примеры. Сегодня для ученых очевидно, что предания о великом наводнении, которые есть у каждого народа и в каждой религии, подтверждаются научными данными. Имеются свидетельства о великом потопе на всей территории Земли. В каждом геологическом пласте находятся останки животных, похороненные в Земле. Они показывают, что потоп имел место на всех континентах. В разных уголках Земли существует более 150 легенд о потопах. Это не только Библия. Я еще не встречал мифов и не встречал народа, у которых нет мифа про потоп. Он примерно происходил по одному и тому же сценарию. О катастрофе говорится в Коране, в шумерских глиняных табличках, в древнегреческих мифах, индуистских манускриптах и хрониках южноамериканских индейцев. И везде были люди, которым удалось выжить благодаря высшей воле. Те же предания говорят о том, что библейские предания, да, что Ной спас на ковчег. Спаслись многие в шумерском мифе. Все вот эти истории, они как бы исходят из одного источника. В каждой легенде есть ковчег, спасающий жизнь на земле. Так может быть, это не легенды? Мы отправляемся на поиски следов легендарного Ноева ковчега. Библия, хранящая самые известные и подробные описания потопа, говорит, что искать надо в горах Араратских. К ним пристал ковчег Ноя. Гора Большой Арарат возвышается на 5000 метров над уровнем моря. Когда-то она была вулканом. Эта область называлась Урарту. В то же время она называлась Арарат. Я думаю, что после извержения эта гора стала выше, и люди назвали ее Арарат. Здесь ведут поиски ученые из Новой Зеландии, которые уверены, это именно то место, куда приплыл Ной. Только на вершине могли спастись обитатели ковчега. Эти горы, горы Арарата, были такой высоты, как сейчас, и покрыты водой до вершин. Вода покрывала все горы сзади нас, все, что мы сейчас видим. Это должна была быть грандиозная катастрофа. Новозеландцы пока не нашли материальных доказательств, но рассчитывают, что им поможет привезенная аппаратура. Они уверены, что идут по верному пути, указанному Библией. Есть много свидетельств того, что здесь могут находиться остатки большой лодки. Рельеф этих гор и рельеф местности, описанной в Библии, показывает, что здесь может быть лодка Ноя, легендарный Ноев ковчег. По мнению турецких историков, о пребывании ковчега именно здесь свидетельствуют многочисленные якорные камни, которые в древности использовали мореплаватели. Далее в нашей программе. Великие потопы 21 века. Вообще сейчас просто остров один. Они пройдут по древним сценариям. Считается, что где-то здесь находится могила самого Ноя. А многовековые поиски ковчега завершатся сегодня. Ответы на наши вопросы. Может быть, лежит сейчас на глубине нескольких метров под нами? Экспедиция программы «Тайны мира» обнаружила Ноев ковчег. Я раскрою все тайны. Район вокруг Большого Арарата на территории нынешней Турции давно привлекал искателей Ноева ковчега. В 1916 году о ковчеге сообщил русский летчик Владимир Росковицкий. Он утверждал, что во время полета над Араратом увидел горное озеро, на дне которого лежало огромное судно. Товарищи подняли пилота на смех, а вот командир немедленно сообщил в Петербург. Император решил, что находка будет иметь для России огромное значение и отправил на Арарат отряд казаков. Об итогах этого похода сегодня достоверно ничего не известно. Через несколько дней после отправки в Петербург отчета о походе в России произошла революция. Добытые материалы исчезли. Известно лишь, что тот самый пилот Владимир Росковицкий эмигрировал в США, где стал библейским проповедником. Ученые из Новой Зеландии тщательно сканируют местность высокочувствительными металлоискателями. В земле могут найтись металлические детали судна или крепления якорных камней. Это может указать на следы ковчега. В настоящий момент данные нуждаются в анализе. Мы все еще в процессе сбора информации. Но мы нашли пару интересных мест, которые показывают некоторые аномалии под землей. После двух дней поисков аппаратура нащупывает нечто, похожее на корабль. Но подтвердить находку могут только масштабные раскопки. Форма лодки. Мы нашли несколько интересных структур прямо здесь, под нами. Разрозненные останки животных, сброшенные внутрь. Это связь. Определенная связь с тем, что говорится в Библии. Ковчега пока нет. Зато удалось найти возможные подтверждения того, что именно здесь обосновались Ной и его близкие после долгого путешествия. Здесь были найдены саркофаги. Большие, огромные саркофаги. Вот здесь. Считается, что это могила жены Ноя. Местные исследователи считают, что это и был новый дом Ноя. После потопа он основал здесь поселение, которое называлось Нахшуан. Возможно, это был целый город. Об этом говорят найденные захоронения. В деревне справа найдены скелеты. Очень большие. Череп в два раза шире. Берцовая кость вот такая. Огромные люди. Интересно, что Арарат – самое популярное место поисков ковчега, многие ученые считают неудачным. Они говорят, что на протяжении тысячелетий вода никогда не приближалась к горе. Критики отмечают, что слишком много расхождения со святым писанием. А ведь Библия – это главный документ, описывающий великую катастрофу. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел предлиться мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Я наведу на землю потоп водный». Так и сделал Господь. Но сначала велел праведнику Ною построить ковчег, указав его точные размеры. С собой Ной возьмет жену, сыновей с женами, зверей и птиц земных от всякой плоти по паре. Когда ковчег был готов, Ной с семьей вошел в него, и начался страшный потоп. Это сопровождалось чудовищными жертвами, потому что далеко не все могли достаточно быстро подняться на вершины гор. Священные книги рисуют ужасную картину бедствия, неспосланного на все живое. Безжалостная вода била отовсюду, и с неба, и из-под земли. Это был не просто природный катаклизм. Это было видно, что это что-то исключительное. То, что не вполне вписывается в рамки законов природы. И, как описывает опять-таки традиция, что горячая вода из подземных источников поступала снизу, и, соответственно, дождь лил сверху, то есть спастись было невозможно. 150 дней наводнение покрывало всю сушу. Но потом вода стала отступать, и пристал ковчег на горах Араратских. Ученые уже не подвергают сомнению библейскую легенду. Потоп был. Это доказано историками и палеогеологами. И произошел он примерно 10-12 тысяч лет назад. После 12 тысяч лет назад уровень моря был выше на 100 примерно метров своего современного положения. И вот такое наступление моря геологи называют трансгрессия. Ну, я вот просто, например, могу сказать, что это может поставить потоп, другими словами. Катастрофа, описанная в Ветхом Завете и других древних книгах, навсегда изменила облик планеты. Если бы в те времена люди могли сравнить снимки из космоса, они бы пришли в ужас. Там, где была суша, до потопа, жили сотни тысяч, а может и миллионы. Они когда-то жили достаточно локально, видимо, в районе Средиземного моря. И именно там мог быть какой-то потоп, зафиксированный в этих летописях. Выжить смогли лишь те, кто успел забраться на самые высокие горы. Иной, который был предупрежден о грядущей катастрофе и спас помимо своей семьи представителей животного мира. Но как ему удалось посадить их в ковчег? Возможно, тогда не было и такого количества видов. Виды увеличиваются в геометрической прогрессии буквально каждые 10-15 лет количество видов. Так что были взяты базовые виды, без которых невозможно было существование Земли. Исследователи Библии давно спорят о том, что представлял собой спасительный ковчег. Согласно писанию, он был 150 метров в длину, 25 в ширину и высотой 15 метров. Если понимать традиционное описание буквально, трудно представить, как ковчег мог вместить всех. В 1609 году некий голландец Петр Янсен построил ковчег, точно так, как наказывал Ною Бог. И оказалось, что вместимость судна ровно на треть больше, чем у обычных кораблей того времени. Многие сходятся в том, что ковчег внешне сильно отличался от привычных судов. На самом деле ковчег выглядел, как большой сундук. Как большой сундук, совершенно несоответствующий каким-то нормам и правилам мореплавания. То есть он не был таким кораблем, который предназначен для того, чтобы как-то так вот бороздить моря и океаны. Внутреннее устройство корабля создавалось Ноем тоже по наказу Всевышнего. И эта трехъярусная структура выбрана не случайно. Она символизирует устройство мира. Нижний этаж – это был корм и пропитание. Второй этаж – это был животный мир, а на третьем располагались люди. Ну и, в общем, так, в принципе, вот как такой гигмак устроен, собственно говоря, наш мир тоже. Бог предупредил только одного из всех людей. Иной послушался. Это спасло его, а, возможно, и весь человеческий род. Слышим ли мы голоса современных пророков? Далее в нашей программе. Древние сценарии всемирного потопа. В один момент вся вода Средиземного моря хлынула в черный. Земля пережила столкновение с небесным телом. Большое количество воды из океана превратилось в пар. Или кто-то напал на Землю. Это может быть и просто ядерная война. Я расстрою все тайны. В 1932 году американский врач, астролог и прорицатель Эдгар Кейси выступил с сенсационным прогнозом. Через 70-80 лет карту мира ждут радикальные перемены. К 2000 году настанет такое время, когда начнется цепь таких катастрофических событий на планете. И часть территории уйдет под воду. Это часть Европы, британские острова, восточные районы Соединенных Штатов. Лос-Анджелес и Сан-Франциско будут разрушены. Нью-Йорк может исчезнуть с лица Земли. То же самое угрожает южной части Каролины, Джорджии, Новому Орлеану. Его никто не послушал. А в сентябре 2005-го на Америку обрушился мощнейший ураган Катрина. И под водой оказались десятки городов. Новый Орлеан был затоплен полностью. Ученые отмечают, в последние два десятилетия активность природных сил нарастает. Катаклизмы происходят чаще и с большими разрушениями. 26 декабря 2004 года произошло самое смертоносное стихийное бедствие в современной истории. В результате землетрясения в Индийском океане на побережье обрушилась небывалая цунами. Прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда были сметены 15-метровой волной. Более 200 тысяч человек погибли за несколько часов. Вообще исчез просто остров один. Просто он передвинулся и исчез. 11 марта 2011 года мощнейшее цунами обрушилось на Японию. Через 10 минут после подводных толчков волна достигла острова Хансю и уничтожила свыше 15 тысяч человек. Цунами едва не привело к новому Чернобылю на атомной станции Фукусима. В Чили, которая находится в 17 тысячах километров от Тихоокеанского побережья Японии, волны были двухметровой высоты. Трехметровая волна дошла до наших южных Курил. Это лишь слабое подобие всемирного потопа, случившегося тысячи лет назад. Тогда гигантская волна дважды обогнула всю Землю. В 1996 году на Аляске нефтедобытчики, вскрыв слой вечной мерзлоты, нашли смесь деревьев, костей, мамонтов и других животных. Невероятная сила уничтожала все, что попадалось ей на пути. По всей планете находится доказательство сверхмощной волны, прокатившейся по поверхности Земли в древние времена. Это все-таки были воды великого потопа. Это вода. Вода, мощная вода, мощный цунами, разметала все на своем пути. Мы продолжаем поиски свидетельств великого потопа, постигшего Землю несколько тысяч лет назад. Ноев ковчег – спасение для горстки выживших. Найти его не так просто. Наша экспедиция на Большой Арарат в Турции не была успешной. И по мнению многих исследователей, это закономерно. Там ковчега и быть не могло. На Земле просто невозможно набрать такого количества воды, чтобы вода поднялась до вершины Большого Турецкого Арарата. Ни геологи, ни я не видели никаких следов воды. Российские экспедиции не раз посещали Араратские горы в Турции. В начале 2000-х годов Вадим Чернобров обнаружил, то, что все принимали за очертания ковчега, это окаменелый натек вулканической лавы. На самом деле это хоть и красивый, хоть и напоминающий действительно всеми своими очертаниями корабль, но все-таки природное образование. Массив состоит из двух слившихся основаниями гор. Массис и Сис. Большой и Малый Арарат. Выдающийся российский историк и востоковед Анатолий Новосельцев еще в середине прошлого века установил, что толкователи Библии ошибочно отождествляли ветхозаветные горы Араратские с горами на территории Армении и Турции. По мнению Новосельцева, армянские переводчики прошлого не связывали Массис с библейским Араратом и были правы. Где же искать ковчег? Ведь в мире известно шесть гор с названием Арарат. В Турции самая высокая, но там ковчега нет. Сегодня искатели следов Ноя сходятся на том, что единственным возможным местом его последнего пристанища может быть шестой Арарат, находящийся на территории России. Далее в программе. Поиски библейской реликвии. Его надо искать там, где течение проходит через рифы. Увенчались успехом. Вот оно, да, вот оно. Как далекий спутник Юпитера... На Ио мы имеем случай необычного луконизма. ...вызывает земные катастрофы. Событие, которое может уничтожить мир. Я расстрою все тайны. Вместе с Вадимом Чернобровым мы отправляемся к подножию Краснодарского Арарата, чтобы отыскать следы ковчега. Действительно, это место точно соответствует библейскому описанию путешествия Ноя без руля и без ветрил. Сама гора Арарата отсюда прекрасно просматривается. Во времена допотопные надо учесть, что уровень воды был не рядом с нами, а на 180 метров ниже. Черное море тогда было лишь озером. Но когда уровень резко поднялся, течение усилилось. Именно здесь оно делает поворот почти под прямым углом и приводит в бухту. Идеальное место, чтобы достичь подножия горы. Но, скорее всего, кораблю Ноя это не удалось. Под водой острые рифы. Это и натолкнуло Черноброва на гипотезу. Если где-то и надо искать ковчег, то его надо искать там, где течение проходит через рифы. То есть если он здесь уперся в риф, и если ему пришлось дальше сходить с берега, на берег, то, наверное, его плавательное средство, его дом, или то, что мы назвали впоследствии ковчегом, должны лежать здесь. Он мог и не сохраниться. Надежда только на то, что дерево под водой окаменело до того, как его разъели морские микроорганизмы. А они внедрились в экологию Черного моря через много лет после потопа. Однако руководитель космопоиска уверен, если ковчега здесь нет, то его нет нигде. Все остальные арараты не имеют ни следов, даже небольшого потопа или наводнения. Ну и, соответственно, нет и самих новых ковчегов. И вот вместе с дайверами наша съемочная группа прибывает на побережье в окрестностях поселка Бетта. Именно над ним возвышается на 700 метров гора Арарат. В этих водах и надо искать ковчег. Экспедиция космопоиска в 2007 году проводила здесь глубинную разведку с помощью подводного монитора. Тогда исследователи обнаружили окаменелые бревна. Нам предстоит завершить эти поиски. Где-то здесь, на небольшой глубине, и отсюда, по азимуту, в том направлении, если двигаться до глубины, до искомой глубины, 25 метров, там и должен лежать наш предполагаемый, но и ковчег. Последняя экспедиция Черноброва не смогла точно определить, ковчег перед ними или нет. Но их ждала иная сенсация. Подводные камеры зафиксировали на глубине некие сооружения, явно созданные человеком. Ученые Земли до сих пор не могут прийти к единому объяснению причин всемирного потопа. Версий несколько. Одна из них – радикальное потепление климата. Оно объясняет, отчего произошел катастрофический подъем уровня океана. Косвенно эту версию подтверждают геологические исследования на разных континентах. Таянье льдов на полюсах вызвало не только обширные наводнения. Постепенно масса воды в мировом океане достигла критической отметки. И шельф не выдержал. Карст разломился по всему земному шару в гигантской катастрофе. Надавил своим весом на подземную воду. И фонтан взметнулся до стратосферы. Вызвал глобальную катастрофу. Непрерывные дожди в течение 40 дней и ночей. В то же время уровень воды поднимался, подпитываясь подземной водой. Изменения климата и сегодня называют одной из главных угроз человечеству. По прогнозу специалистов ООН, в ближайшие полвека полярные льды будут быстро таять. Уровень океана поднимется настолько, что затопит прибрежные страны, где живет треть населения Земли. В качестве объяснения потепления также приводит парниковый эффект, вызванный негативным влиянием человека. Однако европейские экологи подсчитали, что 90% выбросов углекислого газа в атмосферу осуществляется из-за вулканической активности Земли. Человек тут ни при чем. Вулканы – самая распространенная причина тектонических сдвигов, землетрясений и цунами. Не так давно ученые из МГУ сделали тревожный прогноз. Новый потоп придет из Исландии. На юге острова находится вулкан Катл, который может проснуться в любой момент. Его извержение ускорит таяние гренландского ледника. И тогда разорвется так называемая исландская скрепка. Произойдет раскол шельфа, и мегатонны воды хлынут в ноосферу, нагретую до тысячи градусов. Грянет взрыв. Над планетой повиснут километры пара, а континенты захлестнут цунами. Все-таки смена идет эпоху, да, то есть должно быть какое-то событие, событие с большой буквой, событие, которое может уничтожить мир. Совсем недавно, в мае этого года, в Исландии уже было сильное извержение. Вулканическая активность в этом районе угрожающая. Проведя анализ, геологи вместе с астрономами пришли к неожиданному выводу. Причиной растущей активности на нашей планете могут быть космические вулканы. Влияние мощных выбросов вулканов на других планетах предполагали еще советские астрофизики в прошлом веке. В нынешнем внимание ученых привлек ИО, спутник Юпитера. На ИО наблюдается наибольшая вулканическая активность в Солнечной системе. Ежедневно на спутнике происходят десятки извержений. На ИО мы имеем случай необычного вулканизма. Он не должен быть там, но тем не менее он там есть. Сопоставив динамику активности ИО с земными катаклизмами, ученые увидели прямую зависимость. В 2002 году на ИО проснулся самый большой вулкан Локи. И в том же году сильнейшее наводнение в Европе. В Чехии оно стало самым разрушительным за последние 500 лет. Пострадали многие страны, в том числе Россия. Очередной всплеск активности Локи наблюдался за месяц до японского цунами в марте этого года. Предсказать, как дальше поведет себя ИО, наши ученые не могут без системы датчиков на поверхности спутника Юпитера. Ясно только, что активность нарастает. И в один момент это кончится массовым извержением земных вулканов. Тогда произойдет мировая катастрофа. Смотрите далее в программе. Армагеддон грянул с небес. Извержение силы, которой еще не было на памяти человечества. Ноев ковчег. Доказательство великого потопа. Эти всемирные потопы случаются с равным интервалом времени. Благодаря которому выжил род человеческий. И вот эта страшная катастрофа, она повлияла на многие события в дальнейшем. Мы нашли его. Вот она. Прямо под нами? Вот она, да. Я расстрою все тайны. В 2004 году американские ученые в знаменитой лаборатории Лос-Аламоса проанализировали почти две сотни легенд и мифов различных народов, где говорится о древней мировой катастрофе. Сопоставив все описания, они получили примерную картину того, что произошло на планете около 10 тысяч лет назад. В Индийский океан недалеко от нынешнего острова Мадагаскар рухнул небесный объект диаметром в 5 километров. Сила взрыва в 10 миллионов раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Выброс тепловой энергии был чудовищным. Удар моментально испарил и выбросил в атмосферу огромные массы воды, которые через сутки стали выпадать на землю в виде бесконечных дождей, затопивших многие районы. Очень большое количество воды из океана при взрыве превратилось в пар. На многих континентах, в первую очередь в Евразии, там потоком шла вода с неба на протяжении, может быть, даже десятков дней. Но еще до этого, сразу после падения, гигантские волны пошли по всей земле, накрывая острова и материки. Возможно, волна обошла землю несколько раз. Она несла трупы людей и животных, обломки строений, чтобы похоронить все это в горах. Через тысячи лет смесь этих останков будут находить на большой высоте. А тогда обезумевшие от страха люди спасались на любом возвышении нетронутом водой. Это выглядело ужасно, и немногие спасшиеся, я догадываюсь, с каким ужасом рассказывали своим детям и внукам о том, что произошло. И я не думаю, что в их словах звучало привлечением такие эпитеты, как всемирный потоп. Больше всего пострадали низменности и территории, лежавшие ниже уровня океана. Так Черное озеро стало морем. Все это привело к тому, что в один прекрасный момент уровень Средиземного моря поднялся выше критического, и произошел пролив через Босфор, и в один момент вся вода Средиземного моря хлынула в черный. Великий потоп, вызванный падением метеорита, нанес огромный вред всей экологической системе Земли. А человека отбросил к первобытному уровню развития. И вот эта страшная катастрофа, она повлияла на многие события в дальнейшем, в дальнейшем, и привела к исчезновению очень многих видов, в том числе не только животных, растений, но и человека. Всех последствий падения в океан метеорита или другого массивного небесного объекта представить невозможно. Российские исследователи пришли к выводу, что катастрофа в Индийском океане привела к значительному сокращению продолжительности жизни человека. В шумерских эпосах цари жили тысячи лет. Ною в момент потопа было 600. Потом ситуация резко изменилась. Согласно, например, Библии, Ветхому Завету, согласно Ригведе и согласно построению целого ряда специалистов, основанных на этих источниках и на общих заключениях о палеоклимате Земли, раньше на Земле была водно-паровая оболочка, которая была расположена над воздушной оболочкой. Паровой слой служил экраном для вредного ультрафиолетового излучения из космоса. Атмосфера была двуслойная, воздушная и свыше нее водная. И вот эта водная оболочка, она представляла собой барьер. Экран, она практически не пропускала космические ультрафиолетовые лучи. А вот ультрафиолетовые лучи являются основным, едва ли не единственным источником старения организма. И когда их полностью блокируют, организм может жить сколь угодно долго. Через годы после падения астероида водно-паровая оболочка исчезла, и люди остались без долголетия. Эти всемирные потопы на Земле случаются с равным интервалом времени, как часы. И он обязательно будет. Но если история повторяется, возникает вопрос, когда же произойдет следующий потоп? Есть факты, которые указывают на то, что это произойдет в 2012 году. К Земле стремительно приближается 400-метровый объект. Это астероид YU-55. Совсем скоро. 8 ноября он будет ближе, чем Луна, на расстоянии 325 тысяч километров. YU-55 пересекается с земной орбитой каждые 25 лет. Но на этот раз астероид пройдет беспрецедентно близко к нашей планете. Ученые уверяют, угрозы столкновения пока нет. Однако надо учитывать, что на 100% просчитать орбиту космического тела невозможно. А что будет, если какое-то небесное тело все-таки попадет в Землю? Чем обернется новый всемирный потоп? Когда поднимается вода в результате сильнейшего наводнения, то могут исчезнуть, конечно, многие прибрежные страны, и страны, у которых очень низменный такой ландшафт. Под угрозой уничтожения все районы, примыкающие к морю. Северо-западная Европа, Британия, побережье Германии, Франции, Португалии, Испании, Скандинавия. Большая часть островных государств. Юго-восточная часть США. У нас под угрозой Краснодарский край, Мурманск, Петербург. Так, наибольшие шансы на выживание у Урала и Сибири. Эти пласты достаточно прочны и находятся высоко. Катастрофы, безусловно, будут. Они будут разного масштаба. Они могут быть даже планетарного масштаба. Ну, планетарного масштаба я не имею в виду, что Земля расколется пополам. А то, что будут, например, извержения силой, которой еще не было на памяти человечества, или цунами. Новый ковчег на случай апокалипсиса можно создать за пределами Земли. Международная рабочая группа исследований Луны предлагает использовать наш естественный спутник. Там будут храниться ДНК, эмбрионы и все необходимое для жизни и цивилизации. Этими ресурсами воспользуются потомки, есть ли Землю опустошить столкновение с гигантским астероидом, резкая перемена климата или ядерная катастрофа. Похоже, спастись от нового потопа можно будет только в космосе. Или остается надеяться лишь на высшую помощь, которая когда-то помогла выжить Ною и сохранила весь человеческий род. Наша съемочная группа готовится к решающему погружению в Черное море. Если удастся обнаружить ковчег, это может служить подтверждением теории упавшего метеорита. Деревянные фрагменты могли окаменеть и сохраниться в воде. Мы вооружены глубоководным эхолотом. Совмещаем фотографии с предыдущей экспедицией Вадима Черноброва и показания эхолота. И вот в сотне метров от берега видим на глубине 20 метров какое-то сооружение. Вот оно. Прямо под нами? Вот оно, да. А это что-то другое значит? Другое что-то. Ну вот оно конкретное. Первое сооружение под водой на глубине порядка 10 метров от поверхности. Это рифы, которые мы видели на карте. Никто не знает, сколько о него разбилось кораблей. И может быть, среди них был Ноев ковчег. Погружаемся дальше. Заросшие водорослями изломы и еще нечто странное. Оператор подплывает ближе. Видны ровные края каких-то параллельных плоскостей. Это действительно похоже на древние останки судна. Каменные бруски, точнее, окаменевшие. Когда-то они были деревянными. Неужели перед нами действительно лежат останки легендарного Ноева ковчега? Ответ на наши вопросы, может быть, лежит сейчас на глубине нескольких метров под нами, но, наверное, отчасти это именно так. То есть, иными словами, тот, кто долго ищет, наверное, рано или поздно находит ответы. Наша экспедиция сделала удивительное открытие. Возможно, мы нашли подлинные останки Ноева ковчега. Найденные нашими корреспондентами артефакты отданы ученым для проведения тщательного анализа. Мы пригласим в район поиска ведущих мировых экспертов, чтобы вместе с ними продолжить изучение места, где возможно покоится легендарный ковчег Ноя. Вместе с экспертами мы попробуем поднять его на поверхность. Мы пригласим в район поиска ведущих мировых экспертов, чтобы вместе с ними продолжить изучение места, где возможно покоится легендарный ковчег Ноя. И тогда весь мир сможет его увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok